На сессии городского совета глава Нарьинмара представил ежегодный отчет о деятельности городской администрации и муниципальных предприятий за минувший год. В своем докладе Олег Белак отметил, что 2020 год стал непредсказуемым. Проверил всех на прочность, заставил искать необычные решения. Тем не менее, как отметил в своем докладе Олег Белак, мэрия выполнила все задачи, поставленные на 2020 год. Было продолжено техническое обновление предприятий, благоустройство территорий, переселение из ветхого и аварийного жилья, ремонт муниципальных квартир. Глава города подробно рассказал депутатам о финансово-экономических и производственных показателях работы пяти муниципальных предприятий, в которых трудится более 730 человек. Олег Белак отметил, что все предприятия вышли на платы стабильности и поступательного развития. Отдельно хотелось остановиться на комфортной городской среде. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько это важное и благодарное направление, которое мы начали реализовать в 2018 году. И, безусловно, в этом году, в преддверии и парламентских выборов, и тому вниманию, которое уделяется, и какой отклик имеет у населения, мы хотим сказать, что как раз именно специалистами МКУ, их инженерным надзором, качественным проведением торгов. За короткое северное лето в Наринмаре были выполнены все работы по благоустройству. В Наринмаре появились три новые спортивные площадки в районе улиц Комсомольска, Менщиково и Мурманска. Обновлена детская площадка полная на 33-б. Пустырь на улице Пуретка стала удобной парковкой. На въезде в город установлены малые архитектурные формы с архитической тематикой. Напомним, в эти дни идет онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. До 30 мая на платформе 83.горсреда.ру каждый житель округа в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одну из трех территорий, расположенных в Наринмаре. Все территории, участвующие в голосовании, предложены горожанами. Это спортивная игровая площадка в районе дома номер 34 по улице Первомайской. Прогулочная тропа в Сахалинском лесу и спортивная игровая площадка в микрорайоне Старый аэропорт. Проект, который по итогам голосования получит наибольшую поддержку, будет реализован в 2023 году в приоритетном порядке. Остальные в соответствии с рейтингом в последующие годы. По вопросам онлайн-голосования можно позвонить на горячую линию по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Горячая линия работает в будние дни с 8.30 до 17.30.